Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие казахстанские автолюбители, друзья, с вами программа про авто. Сегодня у нас на обзоре и на тесте немецкий автоконцерн Volkswagen Touareg. Ну или нам обычнее называть его Touareg, Touareg, не суть. 2005 года машина до Restyle первого поколения. В отличие от городских паркетников, Touareg обладает качествами настоящего внедорожника, так как у него много достоинств, ну и есть недочеты. Хотите узнать все подробности? Тогда не переключайтесь, будьте с нами. И первое, с чего бы хотелось начать, так это с истории происхождения данного автоконцерна, который уносит нас в далекие 30-е годы прошлого века. Все началось далеко не с выпуска внедорожника Touareg, а всеми нами известного Жука. В этот период автопромышленность Германии выпускала в основном роскошные, дорогостоящие модели, которые были не по карману немцам, со средним достатком. И тут появляется человек, который действительно создает народный автомобиль Ferdinand Porsche. Простота конструкции, невысокая цена, экономичный расход топлива. Новая марка автомобиля получила название Volkswagen, что означает народный автомобиль. К началу 1934 года Porsche представил проект нового автомобиля. На реализацию проекта потребовалось еще два года. Наконец, в 1937 году публике был представлен готовый для массового выпуска первый Volkswagen 30. В 1938 году было начато строительство не только заводских помещений Volkswagen, но и целого города вокруг, названного Вольсбург. Там и сегодня расположен центральный офис Volkswagen Group. Дорогие друзья, сегодня у нас в программе молодой человек, обладатель Volkswagen Touareg, который нам расскажет о годах эксплуатации этого автомобиля. Ахжол, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как дела? Все отлично, спасибо. Ну, первые твои впечатления, поделись с ними, когда ты приобретал этот автомобиль. Получается, три года назад я приобрел данный автомобиль. Воспоминания просто восхитительные, когда ты простой студент с простого обычного вуза и получаешь такой автомобиль себе, как сказать, в подарок, да. Чувства были восхитительные, машина очень габаритная, очень мне понравилась. Как она ездит, все остальное. Но, как вы понимаете, так как эта машина, да, немецкий концерн, комфортабельная, но за комфорт, как всегда говорится, надо будет платить, да. И я это осознал на себе, проверил на себе, понял, что для простого студента алматинского вуза такая машина – это испытание все-таки. В денежном плане и в плане эмоциональном, да, потому что тоже. Найти деньги для алматинского студента на такую машину тоже довольно-таки проблематично. И вот такие вот первые впечатления. Как говорится, не попробуешь, не поймешь. Кто-то называет его внедорожником. Но есть мнение, что данный авто относится к среднеразмерному полноприводному кроссоверу. Но на первый взгляд, кем бы он ни был, вызывает в тебе чувство спокойствия и безопасности своими формами, своей внешней характеристикой. Экстерьер модели был выполнен в корпоративном строгом стиле Volkswagen, который исключал появление на кузове разнообразных стилистических линий. Фирменная U-образная решетка радиатора с двумя темными ребрами, делящие ее по горизонтали. Прямоугольные фары головного света с раздельной оптикой. Пятисекционный передний бампер. Прямоугольная, размещенная в горизонтальной плоскости задняя оптика. Монолитный задний бампер с нишами для противотуманных фар. Вот так стандартно выглядит облик. Ну и, конечно же, не без багажного отделения. Очень удобный и вместительный. Очень свободный салон. Мне тоже он понравился. А чем нравится он тебе? И чем мне нравится? Да, как ты сказал, очень просторный салон. Мне это тоже в глаза сразу бросилось, когда я купил эту машину. То, что я сижу не скованно. Могу сидеть так, как захочу. Из минусов я могу выделить это то, что ты сам видишь, что протираются кнопки. Это буквально болезнь на этих машинах. То бишь кнопки постоянно протираются. Их надо будет либо делать реставрацию, либо их уже менять. Получается. По машине самой нравится почти... В остальном нравится почти все. Комплектация средняя, да, получается? Средняя комплектация у меня, да. Из минусов у меня получается не электросидение. Вот это, конечно, такой минус, но и по копейке это бы тоже ударило, так как электрика в этой машине тоже одна из его чистейших болезней. Поэтому, мне кажется, если бы были электросидения, это была бы тоже одна из болезней, да. Ну, машина на коже. Есть вот мы видим деревянные вставки, да? Да, деревянные вставки. Очень все гармонично смотрится. Есть управление дифференциалом на пневмоподвеске. Если бы машина была, здесь бы еще один. Была бы еще одна кнопка пневмоподвески. То бишь понижать, повышать. Получается, коробка у меня типтроник. А были ли проблемы с коробкой? То есть, менял ли ты ее, я не знаю, масло менял? Скорее всего, масло менял? Масло, масло один раз я менял в коробке, да. Был неплавный ход, и мне сказали, что если поменяешь масло, ну, это 50 на 50. Всегда, когда меняешь масло в коробке, это такая некая лотерея. Может стать лучше или может стать хуже. Я рискнул, не прогадал, и коробка стала более плавной. И все, больше по коробке нареканий особых не было. Получается, есть, а также подогрев зеркал. По коробке еще забыл сказать, что есть спортивный режим. То бишь, это режим, когда машина потребляет еще больше бензина, чем обычно. Но при всем этом становится резвее. И это тоже не раз мне помогало, особенно на трассе очень удобно. Вот климат-контроль, все как у почти большинства машин. Подогрев сидений, очень приятно зимой. Кондер, CD-чейнджер. Кондер, CD-чейнджер, да, CD-чейнджер я не менял. Большинство людей, бывает, тоже грешат на этот CD-чейнджер, но благо у меня он нормальный. Все хорошо, все отлично, все устраивает. В городском режиме у тебя расход бензина? 18 литров на моих больших дисках. Радиус дисков, как я говорил, уже 20. Поэтому это тоже дает о себе знать. И потребление бензина у меня 18 литров на 100 километров. Немцы утверждают, что Таурек завоевывает аудиторию прежде всего за счет надежности, высокой проходимости и удачных тактико-технических характеристик. А не благодаря яркому экстерьеру и интерьеру. Да, проходимость Таурека очень высокая. Он хорош как для городской эксплуатации, так и в экстремальной езде. Но за все эти удовольствия нужно платить, так как обслуживание не дешевое. Напомню, что 1 МРП на 2018 год составляет 2405 тенге. Превышение скорости на 10-20 км в час статья 592, часть 1, 5 МРП, 12 025 тенге. Превышение скорости на 20-40 км в час статья 592, часть 2, 15 МРП, 36 075 тенге. Превышение скорости на 40 км в час статья 592, часть 3, 30 МРП, 72 150 тенге. Не нарушайте правил дорожного движения и не превышайте скоростной режим. И вам не придется выплачивать штрафы. Легендарный немецкий Туарег. Мы сделали сегодня обзор. Машина мне отчасти понравилась. Но сейчас нам нужна техническая характеристика данного двигателя, ходовой части. Поэтому, Шах, расскажи нам, что он из себя представляет. Я знаю, что на сегодняшний день существует около 7 видов этого мотора. Сейчас здесь под капотом 3.2 бензин. Бензиновый двигатель. Давайте мы с чем двигателя. Рядная шестерка, шестицилиндровый двигатель. В принципе, он не капризный, не сильно такой капризный. Если, то есть, смотря как эксплуатировать двигатель. Если вы, ну, как бы в агрессивной эксплуатации эксплуатируете, то он, естественно, у него детали изнасываются быстрее. Если, в принципе, не сильно эксплуатировать двигатель, скажем так, не в агрессивном манере езде, то он прослужит, прослужит как минимум 300-400 тысяч. Чем отличаются часто встречающиеся моторы данной машины? То есть, это вот 3.2, 2.5 CDI дизельный. И 4.2 у нас, получается, тоже на бензине есть. В бензине есть еще дизельный 5-литровый двигатель. 5-литровый, но он редко встречается. Он редко встречается. Во-первых, зависит объем двигателя. Здесь 3.2, то есть 4.2 он мощнее. То есть, в принципе, система впрыска у них одинаковая. То есть, что здесь форсунки, что там форсунки. Также волюметр стоит у них, что на 4.2, что на 3.2. Вот 3.2 и 2.5 CDI. Говорят, что CDI с объемом 2.5, он мощнее, нежели этот мотор. Ну, за счет, он же 2.5 идет CDI как бы... Дизельный? Дизельный, да. Он идет как бы с нагнетателем турбины, то есть поддержкой. За счет этого она и мощнее получается. Как бы, если 2.5, то еще турбину добавим, она еще добавляет такой же объем, как 2.5. А здесь 3.2 получается. Ну, в принципе, мы сейчас сами наглядно увидели, посмотрели двигатель. Давай теперь пройдем в салон, заведем машину, послушаем двигатель и обратим наше внимание на коробку передач. Первостепенные вещи, на что должен обратить каждый потенциально покупатель автомобиля, это не только касательно вопросов кузова, но и салона, скажем, но и коробки двигателя. Давай сейчас заведем, и ты проверишь именно состояние коробки. Ну, вообще, говорят, отзывы и комментарии, не проблематичная коробка. Коробка 6-ступенчатая передача, она не проблематичная. Единственное, ну, есть пару недоработок, конечно. Сырой гидроблок, скажем. То есть переключаем, соответственно, нажимаем тормоз, переключаем скоростя. ДС, обратно поднимаемся вверх. Задняя скорость, парковка, пускаем тормоз. То есть на данном авто нет пинков. То есть, ну, еще, да. Коробка работает чисто. Коробка, да, работает чисто. Вот они переключаются скоростя. Первая, вторая. То есть и остальные скорости, то есть третья, четвертая, пятая, шестая. Это при езде. А вот на месте, если ты почувствуешь, если есть, скажем, хозяин почувствует пинок. Да, если есть пинки какие-то, соответственно, износ деталей. То есть, надо будет уже, ну, как бы, коробка в плане ремонта тоже стоит, то есть, ну, не дешевая обслуживание. Система такая, рычажная сверху, то есть снизу, и она, как бы, смягчает, смягчает, как бы, на трассе автомобиль. Там едет мягко. Ну, наверное, человек, скорее всего, придумывая автомобиль и придумывал, сделал его под себя. То есть, опять же, у нас есть свои органы, да, внутренние, сердце, желудок, абсолютно все. Здесь то же самое. Все агрегаты, да, то же самое. Просто я имею в виду, через какое время нам делать то, ходовой частью, скажем, этого автомобиля? Скажем, квартал. Квартал. То есть, один, да, квартал прокатились, заехали на СТО, заехали на автосервис, подняли автомобиль и смотрите уже по агрегатам. То есть, соленблоки, шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники. Сейчас объясню. Они работают в постоянном движении, то есть, за счет, ну, ямы, кочки постоянно нагрузка идет на рейку. На рейку. Да, за счет этого у них появляется со временем люфт, как бы люфт на наконечниках, люфт на рулевых тягах. То есть, получается, вся масса давит, то есть, на шаровые опоры, опять-таки, на нижний рычаг, на рулевую наконечник, на рейку. Были бы у меня возможности, я бы приобрел себе Volkswagen Touareg. Сегодня мы сделали полный обзор данного автомобиля и в конце традиционно по десятибальной шкале насколько ты оцениваешь этот автомобиль? По десятибальной шкале автомобиль можно было на несколько частей. То есть, двигатель, ходовка, автомат. Ну, если все это вместе скомплектовать, как говорится, то есть, семь баллов. В общем, Ахжол, ты все сам слышал, увидел собственными глазами наши механики оценили по десятибальной шкале твою машину, твоего железного скакуна на семь баллов. Эта оценка удовлетворила ли тебя? Довольно приличная оценка. Я ожидал оценки ниже, но очень рад, что я оценили на семь из десяти. Каждому автолюбителю своя машина дорога, как никто другой, да, это как вторая любовь. Так что, я считаю, моя машина меня полностью устраивает. Я считаю, каждый должен купить себе автомобиль, который хочет, который ему нравится, который он будет любить и за которым, конечно же, он будет ухаживать. Ахжол, самое главное, не нарушай правил дорожного движения, всегда пристегивайся. Поехали! Поехали! Друзья, сегодня на обзоре был Volkswagen Touareg. Мы надеемся, что сегодняшняя наша программа была полезной для вас и вы сделали правильные выводы. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!